К другим темам. С ветерком, но без запаха дыма. Месяц назад Госдума в последнем чтении приняла антитабачный закон. Ограничения на курение будут вступать в силу поэтапно на протяжении нескольких лет. Уже с 1 июня текущего года нельзя будет курить на территории и в помещениях всех образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждений, а также в городском и пригородном транспорте на железнодорожных и авиавокзалах. Закон не касается только сферы частного извоза. Куда деваться пассажирам от едкого дыма в салоне такси узнавала Елена Крабко. Безопасная поездка в такси складывается из нескольких факторов. Перед выездом в рейс водитель проходит медосмотр. Исправность авто подтверждает механик. Если все в порядке, то вроде бы не о чем переживать. Однако навредить пассажиру может никотиновая зависимость извозчика. Антитабачный закон распространяется на несколько видов транспорта. Легковое такси в этот список не входит. В некоторых службах действуют внутренние правила. Если водитель курит, а таких большинство, он может и дальше губить свое здоровье, но только не в салоне автомобиля и уж тем более никогда едет с пассажиром. У нас в договоре прописано, что курение запрещено. Первый раз у нас штраф 500 рублей и второй раз вплоть до расторжения договора. Пункт такой есть. Всех предупреждаем. Также выдаем вот такие запрещающие таблички, что курить в салоне автомобиля запрещено как водителю, так и пассажиру. В последнее время в службу такси Натальи Секериной приходит больше понимающих водителей, которые готовы оказывать качественные услуги. К таким относится Сеймур Гулеев. Все нормально, чисто, хорошо, аккуратно, молодец. Сеймур не курит и своих пассажиров просит брать с него пример, хотя бы на время поездки. Большинство относится с пониманием. Те, кому не многоту, либо сами просят остановить машину, либо покидает ее по велению водителя. С одной стороны, мне неприятно, что я не курю. С другой стороны, у нас же не только взрослые люди ездят машины, у нас ездят дети, у нас ездят люди, которые, все же люди ездят, которые аллергия на табак, всякое же в жизни бывает. Не все же воспринимают табак хорошо. Иногда все-таки попадаются таксисты, которые позволяют себе пускать клубы дыма во время поездки. И хорошо, если на просьбы пассажиров не курить, они реагируют адекватно. Сохранить здоровье клиентов – добрая воля перевозчиков. Как нам рассказали специалисты Роспотребнадзора, они не контролируют частные перевозки. Устраивают проверки лишь предприятиям общественного транспорта. Есть запрещение курения табака на рабочих местах. Но это, опять же, если мы берем водителя муниципального транспорта, то, конечно, ему запрещено курить на рабочем месте. А если данная машина принадлежит, так сказать, собственник машины, то, наверное, я сама решаю правила поведения в своей машине. Поэтому тут вопрос, как бы так сказать, спорный. Инспекторы ДПС также не вправе запретить водителям такси отказаться от вредной привычки. Они могут лишь привлечь до нарушения правил пассажирских перевозок. Если вы не хотите, чтобы извозчик злоупотреблял курением в вашем присутствии, скажите ему об этом. Начнет возмущение пожаловать и с диспетчером. Если руководитель службы такси заботится о качестве услуг, он найдет возможность повлиять на своих сотрудников. Елена Коробко, Николай Александров, Роман Чернов, Служба новостей, Импульс.